2016 год уже объявлен голым кино в России. Такое внимание вполне понятно. В нашей стране кино любят, в кино ходят и кино снимают. Здравствуйте, вы смотрите программу «Город С», с вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня человек, чье имя в Самаре неразделимо от кинематографа, Михаил Куперберг. Здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение, Михаил Яковлевич, в преддверии большого кинофестиваля? В заботах, в заботах и проблемах этого фестиваля. Как готовится, скажем, давайте нашим зрителям, что 19 и 20 декабря киноклуб «Ракурс» на базе Союза театральных деятелей, здания Дома актера, ждет этот фестиваль. Как проходит подготовка? Как шел отбор фильмов? Вопросов очень много на самом деле. Рассказывайте. Ну как, нам вот, ну я имею в виду несколько человек, которые занимаются киноклубом «Ракурс» вот на протяжении этих 35 лет, то есть это вот я, Валерий Бондаренко, Андрей Волков. Вот я им предложил, ну то есть вот я, Андрей и Валерий, предложил некую концепцию, без концепции на самом деле, а просто взять и показать, и нам посмотреть, и показать нашим зрителям, синефилам, киноманам, то, что просто вот нам хочется показать и посмотреть. То есть мы всегда это делали, все 35 лет. Собственно, с этого и начинался киноклуб. Просто нам хотелось посмотреть то, о чем мы читали там в журналах, и то, чего не было в кинотеатрах города Куйбышева, да. И вот все эти годы, так или иначе, мы смотрели сами, закрывали белые пятна в истории кино, показывали французскую новую волну, немецкое кино 60-х, 70-х, ретроспективами показывали все новое кино России, авторское имеется в виду. Вот, дискутировали, обсуждали, приглашали людей, кинематографистов, у нас побывали очень много, Норштейн, Сокуров, Михалков был когда-то, Рязанов, Шахназаров, Машков, Миронов, Маковецкий и так далее и тому подобное. Вот, но в последние годы, вот в последние 10 лет мы как бы варим в собственном соку, потому что все предыдущие 25 лет, в общем, мы работали в структуре подразделений, структурным подразделением организации наших хороших знакомых и людей, которые занимались культурой. Радиоли, там, досуговые предприятия, досуговые организации и так далее. Вот. И поэтому, в общем, эти 10 лет достаточно тяжело прошли. Ну, потому что интернет, кинотеатры, которые стали показывать, и в том числе то кино, которое раньше мы показывали эксклюзивно, открывая самарцам и Гринуэ, и фон Триера, и Кустурицу, и Балабанова, и, опять же, Закурова, и так далее. Вот. И в условиях вот этой вот тяжелой, в общем-то, ситуации для нас, ну, финансово-организационной, когда нам никто не помогает, ни государство, ни частные структуры, и, в общем-то, это хорошо, на самом деле. Вот. Так вот мы пришли к некоим предварительным итогам, наверное, что ли. Ну, вот фестиваль, называйте, «Синемание-2015», да, если все правильно говорю. Какие фильмы туда отобраны? Сколько фильмов за два дня есть возможность у зрителей увидеть? Ну, у нас фестиваль, как бы, состоит из трех блоков. Два больших, и один такой небольшой. Первый – это то, что мы всегда занимались просвещением, да, то есть классика кино. И есть та классика, которую ни мы не видели, ни, соответственно, самарские киноманы не видели. Это будет эхо-фестиваль архивного кино «Белые столбы». «Белые столбы» – это поселок под Москвой, где находится замечательное место, где находится замечательное учреждение Госфильмофонд Российской Федерации, благодаря которому мы в разные годы смотрели и Хичкока, и Позолини, и так далее. И вот есть там человек Петр Багров, историк кино, киновед, который пришел на смену великому, действительно великому хранителю и создателю синематеки, можно сказать, Владимиру Дмитриеву. Вот он нам приведет три программы. Там будет уникальное советское кино 20-х годов. Вот мой сын Евгения Червякова, который найден аж в Аргентине, в Буэнос-Айресе, считался утерянным. Как они пропадают, эти фильмы? Ну, бывает, вот за годы, ведь в 20-е и 30-е годы, особенно в эпоху немого кино, ведь никто не задумывался о том, что кинематограф – это искусство. Да, считалось, ну, это некая такая паденщина, да, развлечение для массы, поэтому не очень стремились хранить. И не было вообще таких хранилищ, как Госфильмофронт, в синематеке. Поэтому этот фильм мог выходить в прокат куда-где-то. В России действительно ни одной копии нет. И вот в 2010 году, то есть почти через 90 лет после создания этой картины, в 28-м году, эту картину нашли случайно, абсолютно архивисты в Буэнос-Айресе. Потрясающе, это же раритет настоящий. Вот, и вот мы его покажем. Мой сын называется. Я очень хочу это посмотреть. В том числе будет фильм с интересным, интригующим, во всяком случае, названием «Инсайт». «Инсайт» – это уже второй блок. В двух словах, вот если можно, об этом фильме, потому что у нас есть, благодаря вам, небольшой фрагмент, который мы могли бы посмотреть. О чем фильм? Что это такое? Затравочка. Ну, вот второй блок – это новейшие российские картины, которые относятся к авторскому кино. И вот Александр Кот, человек, известный и Брестской крепостью, и обратной стороны луны, и испытанием, и короткометражками, он у нас был трижды в гостях. Вот он сделал фильм «Инсайт», это, ну, с английского – это прозрение. Это нетипичная для современного российского кино мелодрама. Причем ее даже называют идеальной мелодрамой. Фильм о человеке, о молодом человеке, который, ну, случайно теряет зрение. И вот для его прозрения его спасает, можно сказать, хотя на самом деле не спасает, а играет с ним, медсестра в больницу, в которую он обратился. Александр Яценко – один из, наверное, лучших молодых актеров, который играет и у Бориса Хлебникова, у многих молодых сегодняшних мэтров, я бы даже так сказал, и Агриппина Стеклова. Ну, давайте небольшой фрагмент посмотрим и вернемся к обсуждению фильма. «Скажите, доктор, я ведь-то буду?» «Возможно». Как забудут? Надежда. Как но не подведешь, тут тошно. Подумайся. Стой. Он не открывается. Давай я. Высоко? Высоко. Что там? Дерево. Много деревьев. Дом желтый. Михаил Яковлевич, вы же смотрите все фильмы, да? Вы же отсмотрели все, что будет на фестивале. Нет, нет. Я только инсайд смотрел. Вы один только смотрели, а остальное будете сами как зритель ходить? Да, остальное для меня это все, конечно. В этом и кайф. Понимаете, мы часто говорим о современном зрителе, молодом особенно, молодом, да, у которого нет того, что у нас когда-то было, но я думаю, что и осталось. Священный трепет перед произведением искусства. Вот идешь на выставку, я был на выставке Валентина Серова в Москве, грандиозная совершенно выставка. Казалось бы, я знаю Серова, люблю, но у меня был трепет. Перед вот этими всеми фильмами я вот буду ощущать, я в этом уверен, буду ощущать вот этот самый трепет перед произведениями искусства, которых я еще не видел. А как тогда было принято решение, что да, вот эти фильмы будут участвовать, а какие-то там не будут, если вы их не отсмотрели? Это интуитивная какая-то реакция? Мы же, да, читаем много, может быть, даже больше, чем нужно по кино. Вот. Ориентируемся на мнение тех людей, киноведов, кинокритиков, которые видели эти картины, да, призы фестивалей, имена создателей, прежде всего. То есть у нас будет Александр Мендадзе с фильмом. Не сам он будет. У нас, к сожалению, ничего не получилось с режиссерами, потому что они все заняты. И это замечательно, что все кинематографисты, к которым я обращался. А я хотел пригласить тех людей, которые к нам приезжали не один, не два, не три раза. Там Ирина Евтеева, Александр Кот, Борис Хлебников. Но они все работают, поэтому режиссеров у нас не будет, но они мне обещали видеообращение перед фильмом. Вот. Александр Мендадзе с фильмом «Милый Ганс, дорогой Петр». Вот это, наверное, самая главная заманка этого фестиваля. Вот для меня, во всяком случае, мой сын, и вот «Милый Ганс, дорогой Петр». Будет фильм «Бакура Бакурадзе». Это два режиссера с грузинскими фамилиями, но они российский режиссер. «Бакура Бакурадзе» такой медитативный, автор медитативного кино, но с политическим, таким социальным аспектом, акцентом, брат Деян. Будет вот «Александр Кот», и будет уникальная режиссер, действительно уникальный режиссер Ирина Евтеева, который создает такое странное кино, его не назовешь и анимационным в чистом виде, и игровым. Ее не признают аниматоры как аниматора, и ее не признают игровики как игровика. И она так в таком вот... Ну, она сама и теоретик в Питере живет, и она к нам приезжала, и у нее уникальное кино. Арвентур называется. А есть такое понятие, как внежанровое кино? То есть вот она подходит под вот это скорее? Ну, тут... Жанр и вид кино — это разные все-таки вещи, да. Она делает свой... Авторский мир предстает на экране. Вот тот мир, который Евтеева придумывает. Сначала живописью она художник, потом она как бы приглашает актеров, иногда за известных, иногда менее известных, и с помощью анимации делает вот такой вот как бы условный с одной стороны, а с другой стороны очень такой странный мир на экране. Арвентур называется фильм. Еще хочется времени мало, вопросов много. Про Анну Каренину, что это тоже за проект в двух словах? Ну, может, да. Это тоже входит в эхо-фестиваль архивного кино «Белые столбы». Там будут фрагменты, не вошедшие в фильм «Марлена Хуцеева». 90-летие Марлены Мартыновича Хуцеева, классика мирового кино, и отечественного, конечно. «Заставы Ильича», вот не вошедшие в фрагменты. А будут вот... Тоже нашли... Ведь пробок к фильму — это очень интересная вещь, да. Вот знаменитая картина Анны Каренина, «Александр Зархи» 1968 года, где Татьяна Самойлова играет Анну, а Николай Гриценко играет... Великий актер Николай Гриценко играет Алексея Каренина, да. Но пробовались, как выяснилось, пробовались не менее знаменитые актеры Иннокентий Смоктуновский, Андрей Попов, Николай Черкасов, Евгений Евстигнеев. Очень разные актеры. И нашли пробы в Госфильмофонде, нашли пробы к этому фильму. То есть Анна — это Татьяна Самойлова со всеми. Однозначно. То есть она была выбрана бескомпромиссно. А вот Каренина подбирали. И вот пробы. Это очень интересно. Вот это я видел. Тоже, к счастью, есть у нас видео этих проб. Небольшой кусочек нашему зрителю можем показать. А ты не в постели? Вот чудо. Анна, мне нужно поговорить с тобой. Со мной? Ну, давай переговорим. Анна, я должен предостеречь тебя. Предостеречь? В чем? В том, что по неосмотрительности и легкомыслию ты можешь подать повод Свете. Говорите тебе. Ах, пожалуйста, не трещи. Я так не люблю. Твой слишком оживленный разговор сегодня с графом Вронским обратил на себя внимание. Вот ты всегда так. То тебе неприятно, что я скучна. То тебе не нравится, что я слишком весела. Ну-с, я слушаю. И даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело. Я вот что намерен сказать. Судя по впечатлению, которое было произведено на общество, все заметили, что ты вела себя не совсем так. Анна, ради Бога. Я обязан перед тобою, перед собою, перед Богом указать тебе на твои обязанности. Наша жизнь связана, и связана не людьми, а Богом. И разорвать эту связь может только преступление. Михаил Яковлевич, ну вот зритель, когда смотрит кино, он же и, ну, ни сном, ни духом, да, что, оказывается, вот и такие еще там именитые артисты пробовались. Вот многие смотрели Анну Каренину. А о том, что Евстигнеев и еще кто-то пробовались на роль Каренина, никто не знает. Много ли в кинематографе вообще вот таких вещей, которые скрыты от массового зрителя, а на самом деле не менее интересны, чем само кино? Да, оно даже не от массового зрителя. Оно даже от специалистов скрыто. Ну, конечно, очень много, но бывает очень много просто случайностей, а с другой стороны, каких-то закономерностей. И это все вот... Случайно найден фильм «Мой сын». Случайно найдены пробы Кани Карениной. Случайно найдены 25 минут, не вошедшие к заставе Ильича. И вот эти 25 минут, они их показали Марлену Хуцееву, там через 50 лет почти. И он комментирует те фрагменты, которые не вошли в его картину. Он говорит, ой, мы даже вот это сняли, ой, мы даже вот это сняли. Сам не помнил уже. А я об этом забыл, да. И это очень любопытно. Может быть, эти фрагменты и правильно не вошли в фильм. Они там замедляли, утяжеляли какие-то вещи. Он комментирует. Но это ткань, ткань того будущего фильма, это атмосфера эпохи, это воздух эпохи 60-е годы. Вот. Поэтому для меня, вот как человек, который интересуется и современным кино, и кино как историческим феноменом, вот это мне, безусловно, очень интересно. Вы помните свой первый фильм, который вы увидели? И от чего, наверное, родилась ваша любовь к кино? Ну, от этого нет. Или она родилась как-то по-другому? Нет. Ну, первый фильм, это там в 4 года меня повели в филармонию родители. В филармонии когда-то показывали фильмы. Тоже. Я там, например, операцию «Ы» первый раз посмотрел. А первый фильм был «Косолапый друг». Наверное, они вот почему-то связали имя ребенка с названием фильма. Ничего не помню из этого фильма. А вообще «Любовь к кино», ну, я как советский ребенок видел военные фильмы, да, видел исторические фильмы. Поэтому «Александр Невский», «Иван Грозный», «Чапаев», «Баллада о солдате», «Судьба человека». Фильмы, которые показывались по телевидению, ну, тогда еще, у меня 8 лет только появился телевизор у нас дома. Вот. Поэтому многие фильмы, такие вот, как бы, с историческим акцентом, фильмы 30-х, 20-х, 40-х годов я видел в кинотеатрах или в клубах города Ковиша. Ну, а такое вот по-настоящему я понял, что такое кино, вот, в том смысле, которому я, собственно, и чем я и занимаюсь, это, наверное, все-таки «Солярис» Андрея Тарковского, который я увидел на первом курсе института, я в Палисхиническом институте учился, и вот посмотрел «Солярис», читал что-то о нем, меня вот это потрясло, поразило. Наверное, вот это все-таки отправная точка «Солярис». Есть еще такой момент, вот люди большого опыта в своей области, в своей профессии, часто говорят, что вот раньше-то было интереснее, раньше-то было лучше, и, ну, вот такие как бы отсылки к какому-то некому прошлому, где все происходило внутри этой области и профессии гораздо интереснее, профессиональнее, лучше и так далее. Как считаете вы, авторское кино сейчас, может быть, больше, наоборот, у него возможностей, может быть, оно стало лучше, интереснее, разнообразнее, или все-таки есть какие-то в те годы сделанные вещи, которые как, ну, вот, столпы, на которые стоит равняться? Ну, тут, наверное, можно много говорить и подробно, и, ну, мне кажется, сегодня, вот, людей такого масштаба, как Феллини, Бергман, Тарковский, Золини, Висконти и так далее, их много было тогда, в каждой стране почти, это имеется в виду 60-70-е годы, сегодня гораздо меньше, ну, там, Фон Триер, Ханеки, Сокуров, Кир Муратова, еще несколько человек. Ну, вот, в целом, у меня такое ощущение, меня разочаровывает современное кино часто. Чаще и чаще. А вы не сталкивались с таким, с таким моментом, что, вот, авторский фильм какой-то, да, вдруг появляется у людей возможность его посмотреть, люди смотрят и понимают, что, ну, либо они слишком как-то глупы, чтобы понять такое, да, очень сильно умное кино, либо это действительно какая-то ерунда, выданная под соусом авторского кино. Вот где здесь вот эта грань, чтобы человеку понимать, то ли он сам дурак, то ли это просто неудачный фильм. Потому что мы же все хотим казаться умными, все хотим казаться интеллигентными и говорить, что да, да, мы смотрели. Ну, здесь, ну, что, ну, вкус воспитываемый с детства, это насмотренность, это, ну, образованность в области культуры, в живописи, в литературе. Хотя бывает так, что смотришь порой, я даже сам, да, вот, думаешь, ах, а потом думаешь, ну, это же фальшь, это же ложь. То есть у вас тоже бывают такие моменты? Да, бывает, бывает, бывает. Слишком талантливые имитации. А сегодня имитаторов очень много. Иммутаторов, спекулянтов, симулякров очень много во всех видах нашей человеческой деятельности. Вот. А в искусстве сегодня есть технологии, да, компьютерные, такие-сякие, пятые-десятые, благодаря которым можно скрыть отсутствие мысли элементарно или отсутствие вкуса. А подать это как многозначительное... Такое и раньше тоже было. Вы думаете, рядом с Феллини и Антониони не было имитаторов? Угу. Тоже были имитаторы. Но их было все-таки меньше. А артисты, которые снимаются в авторском кино, это те же самые артисты, которых мы видим и в, ну, популярном коммерческом, игровом кино? Или это другого тоже склада, рода? Это разные люди? Нет. Ну, есть люди, которые снимаются и там, и там, и снимались и всегда. Настрояне снимался и в коммерческом кино, и в авторском кино. Сегодня там Майкл Фассбендер, например, есть, да? Да, да, да. Который снимается в очень авторском кино, что там у Стива МакКойна, например, в фильме «Голод» или «Стыд». А снимается в блокбастерах, и ему как бы, ну, одинаково успешно он это делает. А есть, ну, в авторском кино ведь есть много людей, режиссеров, которые не снимают актеров вообще. Они снимают людей знакомых, людей с улицы. Им нужны живые люди, живые эмоции. Хорошо снимают. Спасибо огромное, что пришли. 19-20 декабря все идем на снимание 2015. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. До встречи.